МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях. В студии Катерина Лысенко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Граната под ноги в Киевском парке прогремел взрыв. Что спровоцировало конфликт и кто его участники? Закрытая встреча в Гааге. Что известно по итогам заседания организации по запрещению химоружия и как обсуждали сирийский вопрос европейские министры? Будет, но позже. Почему нардепы перенесли отчет правительства в Верховной Раде и какие вопросы уже приготовили премьеру? Участок на свалке. Как в Черкасах ветеранам АТО выделили пустырь для строительства домов и почему чиновники не видят в этом проблемы? Приговор на сотни лет. Подробности уже показывали ряд эксклюзивных материалов об истории украинских моряков, задержанных властями Греции за перевозку нелегалов и осужденных на очень большие сроки. Наш МИД уверяет, что делает все возможное для освобождения узников, но ситуация пока не сдвинулась с мертвой точки. Так, один из моряков, Анатолий Черкасский, осужденный, вдумайтесь, на 204 года и якобы оправданный по результатам апелляции, пока остается в тюрьме. Причина абсолютно непонятная. То ли это ошибка сотрудников суда, то ли неверная трактовка переводчика и адвоката. Есть ли шанс у осужденного вернуться домой? И как быть, если это ошибка? Подробнее Елена Зорина. Она ждет его почти три года. Вот одно из недавних писем, которое Марина написала брату в греческую тюрьму. И спустя месяц, казалось бы, чудо. Новость о том, что его оправдали. И уже летом он вернется домой. Уже думала, как будем встречать. Но чудо не произошло. Когда осужденный попросил решение, ему ответили еще сидеть и сидеть. Я просто в шоке. Я не знаю, за что думать. Кто прав? Потому что говорят одно. Что он выходит. А теперь уже и другие. Афинская тюрьма Коридолос. Именно здесь отбывает наказание моряк Анатолий Черкасский. Его срок заключения 204 года за перевозку сирийских беженцев. С такими же обвинениями и страшными сроками в 200 и 300 лет здесь находятся и несколько десятков других украинцев. Строгая охрана, камеры в несколько шагов и практически никаких контактов с внешним миром. Звонки по таксофону дорого. Телефоны официально под запретом. Но мы все же находим возможность пообщаться с осужденным прямо из заключения. И вот отрывок этого эксклюзивного интервью. Когда судья вынес вердикт, перевозчик, который был возле меня, перевозил, что мне дали 7 катриксов. Это по греческой системе означает 32 месяца. Тот срок, который я отсидел. Пишут совсем не 7 лет, а 70 лет. Говорит, я не знаю почему, потому что я слышал совсем другое. 70 лет от целых 25 лет по греческой системе. Оспорить возможность, вы знаете, если здесь, то уже нету. Мы пропустили все сроки. Тут дается оспорить еще третий суд, но он дается в течение 10 дней. Анатолий подозревает, причина этого решения элементарный человеческий фактор. Например, ошибка стенографиста. Но как доказать, не знает. Видео и аудиофиксации на суде не было. А документов, даже похожих на решение об апелляции, у него на руках до сих пор нет. Ждет их и адвокат. И вот ее версия, как все могло произойти. Украинские дипломаты потребовали разъяснений суда. И вот какой ответ получили. На бумаге полную версию решения по делу моряка дипломатам тоже не дают. Мол, для этого нужно согласование нескольких инстанций. Впрочем, в МИДе говорят, если срок действительно оставили без изменений, шанс на досрочное освобождение есть. Но произойти это может не так быстро. Как правило, через 7-8 лет таких осужденных отпускают. Тем временем, количество пойманных в Греции украинцев за перевозку нелегалов продолжает расти. С начала года к сотне уже сидящих добавилось еще семеро. Елена Зорина, Богдан Савруцкий, Василий Миновщиков. Подробности телеканал Интер. Эксклюзивное интервью Анатолия Черкасского прямо из тюремной камеры. Об условиях, в которых отбывают наказание украинские моряки. И есть ли у них шанс на скорое возвращение домой. Моя коллега Елена Зорина готовит новые материалы. Не пропустите в наших выпусках. Взрыв в Киеве. Ночью в одном из парков сдетонировала граната. Свидетели говорят, там отдыхала пьяная компания и прогремела как раз во время потасовки между мужчинами. Как все было и есть ли пострадавшие? Об этом материале Евгений Коваленко. Ночью в этом парке отдыхала компания. Мужчины выпивали. Возник конфликт, началась драка. Потом один из мужчин бросил у другого гранату. Вот такой вот след остался от взрыва. По этой аллее Ярослав с друзьями возвращался с тренировки. Услышал взрыв и сразу вызвал полицию. В результате взрыва двое пострадавших. Тот, который бросил гранату, и Евгений. Он не был знаком с компанией, просто проходил мимо и получил осколочные ранения. Некто, одна живота и маленькие, те, что посекли гранату. Той хлопочек, кидал гранату, его привезли за мной. Ну, надо колька хвилин позже. Проте, он был гранатом там не очень посажем. Могу лише один осколок был у нас есть. Он просто был побитый. Евгению сделали операцию. Сейчас его жизни ничто не угрожает. Все уничтожения имеют характер практически поверхневый. То есть, идем об оборудовании каких-то тканин. И ориентованно термины ликования близко семи дней. Злоумышленника, который бросил гранату, задержала полиция. По ее данным, мужчины уже судили по делу о незаконном обороте наркотиков. Затримана особа, которая кинула гранату. У него выявился, житель города Чернигово. В городе Киеве, он проживает на заработках. Житает в гараже. Сейчас задержанный находится в больнице под охраной. По словам активистов, приехавших на место взрыва, мужчина не признался, откуда у него граната. Рассказал, что служил в АТО, но в полиции эту информацию опровергли. Злоумышленник утверждает, что гранату взорвал случайно. Он говорит, что не имел прямого намера взрывать гранату. Он ее хотел использовать просто как способ психологического защиты. То есть, он вытягнул ее, думал, что все увидят гранату и разбегутся. У него кто-то ее выбил, и это причинило выбор. Каждую ситуацию мы квалифицируем, как замах на нам из убийства, и незаконное положение с сброей. Теперь задержанному грозит до 15 лет за решеткой. Евгения Коваленко, Андрей Ярковой. Подробности телеканал Интер. Стали известны подробности самоубийства сотрудника СБУ под Киевом. По словам пресс-секретаря нацполиции Николая Жуковича, мужчина застрелился из зарегистрированного пистолета. Оснований говорить о доведении до суицида пока нет. По предварительной информации, причина самоубийства Олега Вовчика – проблемы в семье. Другой сотрудник СБУ Сергей Ткаченко, который также пытался покончить с собой, выжил и госпитализирован. Впрочем, в СБУ заявили, что знают только об одной попытке суицида. Надежда Савченко и Владимир Рубан отказываются сотрудничать со следствием и давать показания. Об этом сообщили в СБУ. Сейчас следствие проводит экспертизы оружия, боеприпасов, аудио- и видеоматериалов. Уже допрошены свидетели, которые сообщили важные факты. Но вся информация, согласно закону, может быть обнародована только с разрешения следователя. Напомню, нардепа Надежда Савченко и руководителя Центра освобождения пленных, офицерский корпус Владимира Рубана, обвиняют по 12 статьям. Среди них покушение на убийство первых лиц страны и подготовка госпереворота. В зоне АТО сегодня 22 обстрела. На Донецком направлении боевики открывали огонь из гранатомета возле Песок, Водянова, Авдеевки и Широкина. На Луганском направлении с того же оружия ударили по позициям в районе Крымского, а неподалеку от поселка Луганское в ход пошла еще и бронетехника. Там побывал наш военкор Игорь Левенок. Передовая недалеко от Луганского, район Светлодарской дуги, наши солдаты показывают коллекцию смертоносного железа, которым враг обильно поливает здешние позиции. Говорят, чего только сюда не прилетает, вот это собрали за последнюю неделю. То ли 120-й миномет, то ли САУшки уже идут, 152-е, то ли 82-е минометы и 72-е БМП. Ребята рассказывают, на праздники боевики словно взбесились. После Пасхи не дня без обстрелов. Сейчас что-то в последнее время начали агрессивно. Последние несколько дней очень часто таки работают минометки их. Бойцы надеялись, хотя бы на поминальные дни оккупанты угомоняться. Но не тут-то было. Накануне в 11.30 по всей линии фронта объявили режим тишины. И тут началось. Ребята говорят, как только объявили режим тишины, так сразу же противник начал их обстреливать. Били очень прицельно из минометов. Только на эту позицию упало более десятка вот таких мин. Действительно, с 11.30 было объявлено, что огонь не открывать ни в коем случае. Там только с разрешения высшего руководства. Ну и тут буквально сразу же после этого начался обстрел. Вот у нас тоже так получилось. То есть объявили, что там примерно в 11.20, что в 11.30 будет полный режим тишины. И вот буквально в 11.25 уже первый приход. Вражеские осколки посекли все. Полевую кухню, летний душ, корыто для стирки. Хорошо, что люди убереглись. Инстинкт, уже на уровне инстинкта срабатывает. То есть сразу спрятались, да и все. Потом доползли до конца окопчика и, собственно, уже были здесь. А еще перед обстрелом наши солдаты обратили внимание на поведение кота по кличке «Турист». Животное любит погреться на солнышке, а накануне из блиндажа и носа не показал. Пушистый уже имеет контузию. Теперь опасность чувствует заранее. Вчера, да, вчера они чувствуют намного лучше, чем мы. То есть ты уже ориентируешься по звуку, а у них чутье, видать, какое-то срабатывает. Поэтому животные прячутся. Иногда надо за ними следить. Но хуже всего, говорят ребята, люди в Луганском так и не смогли нормально помянуть родственников. Ведь вражеские мины взрывались слишком близко к поселку. Игорь Левенок, Евгений Пахальчук, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. Вашингтон введет новые санкции против России уже сегодня. Об этом сообщила Ники Хейли, постоянный представитель США при ООН. По ее словам, ограничения коснутся любых компаний, которые напрямую или косвенно связаны с поставками оборудования для сирийского президента Башара Асада. Вместе с тем, Белый дом разрабатывает новый пакет санкций против российских властей, отметила Хейли. Последовать примеру Вашингтона, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер призвал и Европу. Это сигнатория. Известно только название встречи. Вероятное использование химического оружия в Сирийской Арабской Республике. Специалисты организации находятся в Сирии с субботы. Сейчас они пытаются получить доступ к местам, где провластные войска в начале апреля применили химическое оружие против мирного населения. Официальный Дамаск обвинение отрицает. С нетерпением отчет международных экспертов ждет Великобритания. Как заявили в представительстве Королевства при организации по запрещению химического оружия, Лондон полностью поддерживает решение отправить миссию в Сирию и высоко ценит профессионализм специалистов. В ночь на субботу США при участии Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на химическую атаку. По мишеням выпустили более ста ракет. Как заявляют в европейском командовании США, в сирийской противовоздушной обороне не удалось сбить ни одной из них. Также нет никаких признаков, что Россия применила свои системы ПВО. При этом Запад настаивает на дипломатическом решении ситуации в Сирии. Мы хотим и в дальнейшем совместно с США работать над поиском политического решения сирийского вопроса, не военного. Решение, которое бы позволило нам сохранить суверенитет Сирии, устойчивый мир, не допустить каких-либо проявлений терроризма или господства других государств. Например, Ирана. От Великобритании участие в операции приняли истребители торнадо и тайфун Королевских военно-воздушных сил, базирующиеся на Кипре. Они выпустили 8 ракет. Участие Лондона в спецоперации санкционировала премьер-министр Тереза Мэй, чем вызвала критику со стороны оппозиции. Сегодня в парламенте премьеру пришлось объяснять, как удары по Сирии могли защитить национальные интересы королевства. И почему такое важное решение Мэй приняла единолично, без обсуждения с парламентариями. Ирина Иванова, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Независимого расследования химатаки в Сирии требуют министры иностранных дел Евросоюза. Такое заявление главы внешнеполитических ведомств согласовали сегодня на встрече в Люксембурге. Какие пути влияния на Сирию ищут в ЕС, расскажет Елена Абрамович. Использование химоружия неприемлемо и может представлять собой военное преступление. Поэтому последние события в Сирии следует тщательно расследовать. Под таким заявлением подписались министры иностранных дел всех стран Евросоюза. Разрешить конфликт только с помощью переговоров с Сирией невозможно, заявили многие главы МИД. И призвали подключить к этому вопросу Россию. Без России этот конфликт не может быть решен. Сейчас речь идет о том, чтобы описать механизм, как нам достичь прежде всего режима тишины, доступа к гуманитарной помощи, установления переходного правительства в Сирии и, наконец, провести конституционную реформу. И в конце всего этого когда-нибудь выборы. Мы постоянно призываем, в частности Россию и Иран, оказать свое влияние на Дамаск, чтобы начать серьезные, значимые дискуссии в Женеве. О необходимом участии России заявил и глава австрийского МИДа. А его коллега из Нидерландов возложил надежды на Совет Безопасности ООН, где также важна роль Москвы. Со времен начала войны в Сирии РФ уже 12 раз накладывала вето на решение Совбеза касательно режима Асада. Мы должны продолжать продвигать поиск решения через Совет Безопасности ООН. Это единственный путь. Прежде всего необходимо, как было сказано в резолюции 24.01, достичь режима тишины, чтобы создать доступ для гуманитарной помощи. Каким образом Евросоюз собирается переубедить Кремль, министры пока не сообщают. Но заверили, на уступки в вопросе санкций не пойдут. Санкции не имеют отношения к Сирии, они привязаны к Минским соглашениям. Поскольку и прогресса в отношении Минска нет, то дополнительные санкции или по меньшей мере продление санкций на 12 месяцев, а не на 6, действительно может произойти. Также главы МИД раздумывают о дипломатическом бойкоте чемпионата мира по футболу, который должен состояться в России в этом году. Елена Абрамович, Иван Ермаков, подробности. Европейское берет телеканала Интер. В Брюсселе Берлин обещают сохранить транзит газа через Украину после запуска газопровода «Северный поток-2». Гарантировали транзит министр экономики и энергетики Германии и вице-президент Еврокомиссии по делам энергетического союза после встречи в Берлине. Напомню, «Северный поток-2» будет проложен в акватории Балтийского моря между Россией и Германией в обход Украины. Ряд европейских стран и США уже выступили против этого строительства. По их мнению, «Северный поток-2» – это скорее политический проект, нежели экономический, и может значительно усилить влияние России в ЕС. Кто первый в очереди на бюджетные средства? В Раде сегодня решали, для кого выделить деньги нужно немедленно. И здесь мнения лидеров фракции разошлись. Какими же проектами заполнили повестку недели, последние перед майскими отгулами, и когда состоится долгожданный отчет правительства? Об этом далее в нашем сюжете. У нардепов последняя перед майским перерывом рабочая неделя. Ее повестку поделили на тематические блоки. Завтра намерены вспомнить о чернобыльцах. Оскільки цей полнарний тиждень є останнім перед речницей Чорнобыльцької регидии 26 квітня, ми розпочнем роботу сесії цього тижня в питании, яке стосується і учасників Чорнобыльцької катастрофи, і їхнього соціального захисту. Перше, звичайно, це закони по відновленню, частково відновленню соціального захисту людей, які постраждали від Чорнобыльської аварії. Їх два законопроекти. Один з них направлено на те, щоб додати грошову допомогу, грошову компенсацію дітям, яких повинні безоплатно годувати в навчальних закладах. А другий законопроект, він стосується надання можливості отримати посвідчення учасника і постраждавців від Чорнобыльської аварії, людям, які до 1 січня 93-го року працювали і жили на територіях збільшеного радиологічного контролю. В Комитеті соцполітики настаивають на розглянні їх законопроекта на накопительной системі пенсіонного страхування. Наш законопроект 6677, схвалений Комитетом фінансової політики, моїм соціальним комітетом. 20% грошей, які є у національної економіці, будуть працювати на те, щоб створювалися нові фабрики, нові заводи і нові робочі місця. Ці гроші, пенсійні фонди, будуть банки, які будуть під повним контролем держави, вкладати у національні економічні проекти і таким чином створювати відповідно робочі місця для простих українців. В коаліції хочуть успіти розглядати законопроект о созданні бюро фінансової безпасності. Документ призван усовершенствувати процедуру публічних закупок. Бюро стане профільним органом подолення системних загроз в сфері публічних фінансів та додатковим важливим інструментом протидії корупції в державі. Це буде бюро фінансової безпеки чи це буде бюро фінансової небезпеки? Якщо це бюро матиме силові підрозділи, якщо воно матиме політичну залежність, воно буде далі продовжувати кошмарити бізнес і не давати нам можливості наповнювати державний бюджет. Але в Народному фронті призывают немедлість підготовка і ко второму чтению законопроекта «О нас безпеки». Народний фронт закликає грунтовно працювати над вправками до законопроекту у профільному комітеті, допрацювати текст, провести консультати з нашими союзниками і вийти до другого чітання. Запланированного отчета правительства на цей неделе не буде. Його перенесли офіційна причина – командировка глави профільного комітета. Без його одобрення отчет не вынесуть в зал. Але на ковір к депутатам прем'єр прийдет, уверяють в коаліції. Цей звіт уряду буде. На цьому наполягала також і наша фракція. Є, звичайно, деякі запитання, як і до роботи будь-якого органу. Запитань завжди багато. Наприклад, запитання до закону про пенсії для військових. Нас цікавить власний закон, а не тільки постанова кабінету уряду. Нас буде цікавити недовиконання дохідної частини бюджету. Це і питання фінансування регіонів через фонд регіонального розвитку. Це і питання фінансування реформи медицини. Я не вірю, що дві третини цього залу парламенту цікавить звіт прем'єр-міністра про те, як живе, а про те, як, скоріше, не живе сьогодні країна. Все це політичні кулуарні танці. І сьогодні частина політикому хоче зняти Гройсмана, а частина політикому запобігає цим речам. Ми не учасники всіх цих тюньових ритуальних танців. За нашою інформацією в уряді, за ініціативою Міністерства охорони здоров'я, розробляється рішення про легалізацію наркотиків, про спрощення процедури доступу до наркотиків, про збільшення дози наркотиків, які можуть надаватися без відповідних дозволів. Ця ініціатива виходить від нинішнього керівника Міністерства охорони здоров'я Ульяны Супрун. Ми вважаємо це абсолютно непринятним. Саме тому команда радикальної партії вимагає від урядів прийняти рішення, скасувати власне рішення про призначення Ульяны Супрун виконачем обов'язків Міністра охорони здоров'я. Постановлення, яке нардепи рекомендують к обмину уволити Супрун, напомню, профільний комітет принял на прошлой сесіонной неделе. Відповідне звернення. Після мене підписала Ірина Луценко, підписав Олег Ляшко. І завтра я буду звертатися до всіх голів фракції про недопущення такого реформування системи охорони здоров'я. У нас декілька ініціатив було, звід уряду, тому що два роки пройшло. А скільки я знаю, він перенесений на червень. Друге питання, що ми зареєстрували постанову 56-42 по звільненню з посаду виконуючи обов'язки Міністра охорони здоров'я, пані супрун. Вона також повинна бути розглянути. І ми вважаємо, що це буде разом з відомою уряду. Отчет Кабмина по последней информации запланирован на 20 июня. ІО, міністр здравоохранения, в Раді появится раньше, в пятницу, во время часа вопросов правительству. Правда, там нардепы могут только задавать вопросы. Екатерина Лысенко, Владимир Самченко, Вадим Сферидонов. Подробности телеканал Интер. Через три роки в Україні должен появиться Национальний музей-меморіал жертв Голодомора. Этот вопрос обсуждали на правительственному спецсовещанні. Сейчас треба как можна быстрее возобновити строительство комплекса и научные исследования, а також пригласить лучших специалистів для оформления музея. Прем'єр пообіщав обеспечити прозрачне финансування при возведенні меморіала. Нам потрібно с самого початку зробити всі процедури, пов'язані з будівництвом меморіалу, абсолютно прозоро. І правильно, що з одного боку це мають бути державні кошти, а з іншого і не державні. Тому що там має бути внесок цеглинка кожного українця. І тому створення фонду підтримки розвитку меморіалу є важливим елементом. Це подробності. І о чому ми розповімо во второй части программи. Пішком дешевле. Насколько і почему львовські чиновники подняли цену на проїзд в городських трамваях і троллейбусах? Снова протестують, чого требують демонстранты на улицах Каталонії, і почему екстрадувати птичдемона сложно. В действиях глави САП і Генпрокуратура і НАБУ усматривають признаки грубих дисциплинарних нарушений. Зараз делом Холодницького займається квалифікаційно-дисциплинарна комісія, котрій сам Холодницкий має дати объяснення. Напомню, кабінет глави САП. Генпрокуратура прослушивала в течі 6 недель, і йому інкриминирують давління на свідетеля і розглашення данних досудебного свідсві. За такі нарушення предусмотрена адмінответственность вплоть до снятия з должності. Я одразу скажу, що жодних хабарів, які вимагав або отримував Холодницький, там не зафіксовано, і тому жодного кримінального переслідування на цей момент я не вбачаю. Проте, частина розмов, вказівок, вимог, які були озвучені Павлом Холодницьким в своєму кабінеті, ми розглядаємо і керівник НАБУ, і керівник ГРПУ, ми розглядаємо їх як грубе порушення. Жильє на свалці. Ветеранам АТО в Черкасах виделили земельні участки под застройку на пустыре. Як отреагували бойці і що обіщають городські власні? Все подробності знає Станислав Кухарчук. Ігор, Ігор і Ніколай показують дорогу к своїм будущим домам. Вот тільки веде вона чому-то на заброшенну свалку. Недавно містні депутати виделили цю територію под застройку для 42-х участників АТО. Оба десантника должны получить здесь по 6 соток землі. Ви ж бачите, де рівень землі. Оце тут годами воно пластувало. Ну, тут можна взяти лопату, копнути. Я сомневаюсь, що тут буде чорнозем, і тут можна садити картошку ночі. Я вам можу, ну, кажу. Вот так выглядит будущее строительная площадка. Высокая трава, бытовой мусор, бутылки, кости домашних животных. Но це ще не все. Свої дома счастливым собственникам придется строити рядом с приютом для животних. Собачий лай здесь не стихаєт ни на минуту. Валентина, як волонтер, часто приходит в приют кормити собак. О нових соседях услышала от нас. Когда узнала, що эту землю виделили для бойців АТО, не поверила. А там, якщо земля, там же кусти. А я не поверю, щоб це авто там таке дали. Якщо немає місця. В Черкасському Союзі участників АТО говорят, що сами недавно узнали, какую землю хотят выделити ветеранам. Все 42 бойца имеють статус інвалідів війни первой-второй групи. І то, що їм подсунут такое, даже не представляли. Хай там якась краєшка цього ж самого колишнього полігону танкової дивізії. Ну, але не там, де воно зараз має відбутися. Ну, це не тільки моє обурення. В Горисполкомі ніякої проблеми не видять. Мол, выделення участка согласовували з общественними організаціями. Вопросів ні у кого не возникало. Да і других свободних територій под застройку просто нет. А вот з мусором обіцяють розібратися. Опит уже є. Була така ситуація у полуночарки. Ми її усунули, вивезли більше десяти машин. І тут зробимо те ж саме. Але коли вона буде закріплена за людиною конкретно, яка напишет, будь ласка, зробіть, і ми це зробимо. Завтра в мэриї з допомогою открытой жеребьовки должны распределити участки. Після цього місця за свої деньги подготовить проектну документацію на землю для кожного бойця. Вот только остануться ли желающие на эти участки? Вопрос. Многие уже начали отказываться от такого щедрого подарка. Станислав Кухарчук, Балтимошенко. Подробности телеканал Интер Черкасы. Жмеринский вагоноремонтный завод «Экспресс» может полностью остановиться. Об этом на пресс-конференцию заявили представители компании. На прошлой неделе на заводе провели обыски сотрудники ГПУ и СБУ в рамках уголовного дела о коррупции руководителей Мининфраструктуры и Укрзалезницы следователи должны были проверить контракты завода с госкомпаниями. Но, как утверждают адвокаты, с предприятия правоохранители вывезли документы на право собственности и всей печати. На выходных в Жмеринке прошла массовая акция протеста. Люди обратились к президенту, премьеру и местным властям с требованием защитить завод. Мы пытаемся на сегодняшний день уберегать предприятие от того, что начнут, мающие в руках печатку, мающие в руках документы, фальсификацию будь-яких документов, таким чином дестабилизацию и увод. Как себя уберегать от силового захопления? Вы понимаете, что это нереально. Уберегать от силового. Надеемся, что передумают. Они придриваются. А уже в эту среду, во время заседания Кабмина, представители Жмеринского вагоноремонтного завода «Экспресс» намерены обратиться непосредственно к премьеру. По мнению коллектива, глава правительства должен помочь разобраться в этой ситуации, поскольку был одним из инициаторов закона «Маски-шоу-стоп». Очередное подорожание проезда во Львове. На этот раз в троллейбусах и трамваях. Сколько теперь стоит талончик и с чем связаны эти перемены, выясняла Галина Якушко. Вот он, новый билет на проезд в электротранспорте Львова. Теперь он стоит не 3 гривны, как раньше, а 5. Подорожал на гривню и льготный проезд до 2.50. Львовяне восприняли новость по-разному. Позитивно. Ходим, заработаем немножко. Батьков не беру денег. И могу себе ездить на трамваи. Будем переседать на электротранспорт, потому что трамваи за 5 гривен не рентабельно. Это вообще смешно. Я случайно зашел, он 5 гривен. Краще бы ехал маршруткой. 26 гривен им не столько получают водители львовского электротранспорта за час работы. При этом и билеты продают и управляют. В то, что после увлечения стоимости проезда им поднимут заработную плату, не верят. Не, не верю. Я знаю, не помню, куда он нам приезжал. Кассиры в киосках говорят, по новому тарифу ездить готовы не все. Хлопчина взял талончик, подивился, а поклав 3 гривни. Кажу, 5 гривен. Я туда не треба, каже. Вернусь и пише. Но хвастают, проездной на месяц достаточно выгоден. Стоит всего 160 гривен. Готуем пассажиров до перехода до европейской модели, когда постоянные пользователи купуют месячные проездные карты и используются без обмежения. Карта – это самый выгодный. И на перерахунок 40 ездок на месяц – это 4 гривни только на одну поездку. Чиновники обещают закупить для Львова 30 новых трамваев и 30 троллейбусов, впрочем, не за счет повышения платы за проезд. Возьмут кредит или из бюджета города. Хотя не всем депутатам такая идея нравится. Они должны показать стратегию, что мы сейчас поднимаем тариф до более-менее экономичного гарантированного. За полгода мы сможем закупить за те деньги, которые мы аккумуляемо, заработаем 10 трамваев, 10 автобусов. К слову, платить больше придется и зайцам. Штраф за безбилетный проезд уже не 60, а 100 гривен. Почту и посылки в отдаленные села так же быстро, как и в областной центр. В Варьковской области это произойдет уже в ближайшее время, обещают в Укрпоште. Сегодня регион получил 37 новых автомобилей. Как их будут использовать, узнавала Светлана Шекера. Эти водители Укрпошты еще не так давно ездили практически на раритетных машинах. На МАЗах и на Зелах там. Сегодня автопарк обновился. 37 новых Ситроенов. Помимо обычных маршрутов, теперь они будут доставлять корреспонденцию и посылки клиентам прямо домой. Роман Савченко проехал за рулем этого курьерского автомобиля полтысячи километров. Перегонял из Киева в Харьков. Большинство автомобилей уже отправились в отдаленные районы, где их очень ждут. Это обновление парка на 25%. И они будут обслуживать не только город Харьков, а и 7 районов Харьковской области. Также будут ездить и в дальнейшие села прикордонных районов области. И мы, конечно, благодарны тому, что есть обновление, пожелание, а также увеличение условий работы людей. Домовились о том, что Укрпошта будет развивать, в том числе, и логистичные свои возможности на территории области. А Харьковская областная администрация будет этому способствовать. Укрпошта обновляется. И это касается не только автопарка. До конца июня в каждом отделении заработает интернет. А значит, увеличится скорость доставки. К примеру, посылка из столицы в Харьков будет доходить за один день. Автівки плюс компьютеры – это даёт возможность современных нормальных послуг. Это и сплата паив, это доставка интернет-замовлений. Все те, что имеют сейчас жители города, это тоже возможность нашим жителям силам отримать такие же самые нормальные послуги. Есть хорошие новости и для коллектива Укрпошты. В этом году сотрудникам увеличат зарплаты. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности – телеканал Интер Харьков. Ереван охвачен массовыми протестами. Люди выступают против назначения бывшего президента Армении Сержа Сарксяна – премьер-министром. Голосование в парламенте назначено на завтра. Протестующие блокируют дороги. В центре столицы – автомобильный коллапс. Полиция начала зачистку. Как минимум 10 человек задержаны, пострадавших почти полсотни. Здание парламента оцеплено, ведь организаторы акции призывают людей собираться именно там. Сарксян покинул пост президента неделю назад и выдвинул свою кандидатуру на должность премьера. А так как Армения недавно перешла от президентской формы правления к парламентской, власть может снова оказаться в его руках. Докричаться до Мадридом. В Каталонии массовые акции протеста. Демонстранты требуют освободить арестованных лидеров движения за независимость. Что отвечают власти Испании и почему Германия не спешит экстрадировать Пучдемона, Татьяна Лугнова продолжит. В Каталонии снова шумно на улицах Барселоны и других городов марши протеста. Участники демонстрации требуют от официального Мадрида освободить их лидеров. Мы здесь, чтобы защитить свою свободу. Я с мамой специально за ней заехал, так как мы должны быть здесь вместе. Сегодня печальный день, потому что наши лидеры в тюрьме, но в то же время важны, ведь многие люди нас поддерживают, и это уже никому не остановить. Всего в тюрьмах суда ожидают 9 политиков, которых официальный Мадрид обвиняет в сепаратизме. Еще 6 человек в бегах за пределами Испании, в том числе и бывший лидер Каталонии. Карлес Пучдемон сейчас в Берлине, пока рассматривается дело об его экстрадиции. Политика выпустили на свободу под крупные залоги подписку о невыезде. Здесь он активно встречается со своими сторонниками и журналистами и намерен оставаться в немецкой столице, пока не будет принято решение о его выдаче или невыдаче Испании. С экстрадицией все не так просто. Немецкий суд постановил, что выдача Пучдемона по обвинению в мятеже невозможно, поскольку такой статьи нет в Уголовном кодексе Германии. Экстрадировать его могут только за растрату государственных средств. Немцы уже запросили у испанцев дополнительную информацию на этот счет. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Может ли умный браслет защитить от нападения? Как ветер сорвал ограбление в Британии? И почему Илону Маску воздушный шар? Об этом не только в нашем обзоре. Томас Нойверт, более известный как Кончита Вурст, ВИЧ инфицирован. Об этом австрийский певец, ставший победителем Евровидения в 2014-м образе бородатой женщины, рассказал в своем инстаграме. Дескать живет с этим диагнозом уже много лет. Регулярно проходит соответствующее лечение. Но вот сообщить решился только теперь, чтобы исключить шантаж со стороны бывшего друга, который грожал оповестить об этом СМИ. В особо охраняемой тюрьме в американском штате Южная Каролина произошли многочисленные драки между заключенными. В результате погибли 7 человек, еще 17 получили ранения. Волнения вспыхнули сразу в трех блоках тюрьмы. Но уже через несколько часов порядок в пенитенциарном учреждении был восстановлен. Из охранников никто не пострадал. В США изобрели умный браслет для защиты. Выглядит он, как обычное ювелирное украшение. Но в середине оснащен системой оповещения, которая через специальное приложение в телефоне информирует об опасности. В случае нападения умный браслет начинает мигать красным и включает звук тревоги по принципу сигнализации на автомобилях. А еще направляет сообщение об опасности в службу экстренной помощи. Илон Маск намерен сажать ракеты с помощью гигантского воздушного шара для вечеринок. Об этом основатель SpaceX написал в Твиттере. Таким образом он хочет попробовать возвращать с орбиты вторую ступень супертяжелой ракеты-носителя Falcon. Некоторые из подписчиков Маска восприняли новость восторгом, другие приняли за шутку. Впрочем, с Маском то, что сначала кажется розыгрышем, потом становится реальностью. Запел в супермаркете и прославился. 11-летний Мэйсон Рэмзи из штата Иллинойс стал национальной звездой. В интернете видео, где он исполняет песню в стиле кантри, за две недели просмотрели 2 миллиона пользователей. Мэйсона уже пригласили на телешоу, а также предложили спеть на музыкальном фестивале. В Британии грабителю помешал ветер. В Дройсленде преступник прихватил выручку в офисе туристической фирмы. Деньги спрятал под одеждой, но когда убегал, украденное из куртки выдуло ветром. Банкноты разлетелись по всей улице. Грабитель не стал их собирать, а только бросился на утек. Видео из камеры наблюдения распространила полиция, которая теперь разыскивает незадачливого вора и свидетелей. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности UA, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!